Мы начинаем! Два в одном. Именно так называют артисты цирка свое новое представление. Необычность программы в том, что оно состоит из двух разных видов представления. На манеже и на льду. Правда тут же артисты признаются, лед не настоящий. Это новая технология. Он сам по себе лед пластиковый, который покрывается для лучшего скольжения специальной жидкостью, чтобы было лучшее скольжение, потому что сила трения очень сильная и тяжело на нем ездить. При этом пластик очень выносливый. Он с легкостью выдерживает все номера и даже акробатические, которые представлены в первой части. Кстати, с программы убраны все легкие трюки. Остались только сложные. На данный момент, наверное, самый сложный трюк – это перелет девочки. С першом от партнера к партнеру. Сложный или опасный? Ну, сложный, скорее всего. А самый опасный? Это перелет мальчика с перша на перш. Конечно же, какой цирк без клоунов. Дуэт «Ноль стоп» рассказывает. На сцене часто импровизируют, ведь взрослая публика зачастую слишком серьезная. Дувало. Ну, это крайне редко. В принципе, зритель везде такой универсальный. И в каждом городе, в каждой стране к зрителю нужно найти свой подход. Обычно это все вначале делается и потом работает уже. Да, каждый город по-своему зрителю как уникален. Вот вначале мы пробуем зрителя, как бы ощупываем, где он может рассмешить его, где он ведется, где он не ведется на смех. То есть и так вот мы уже где-то в течение недельки узнаем зрителя, специфику города и начинается уже полный штурм. Есть в программе и номера с животными. Среди пернатых, рогатых и хвостатых самыми интересными, на наш взгляд, являются медвежата. Урсула, Шаня и Паша с удовольствием показывают различные трюки и даже поют песни. Кстати, я их брал здесь, в Харьковском зонопарке, приобретал медвежатами маленькими. Для нас, дрессировщиков, неважно какое это животное, кролик, собачка, котенок, или это медведь, тигр и так далее, все животные у нас приобретаются самыми маленькими, как они родились. И также мы их вынянчиваем, выкармливаем соски. Как и маленьких детей, здесь никакой разницы нет. Я никогда не подразделял их на что-то животное или так далее. У них такое же есть настроение, бывает без настроения проснуться. И тяжковато приходится иногда показывать свой характер. Нрав все-таки это хищник. И причем один из самых непредсказуемых хищников. Ну, как бы проработал несколько лет, можно сказать, десятых. Привыкаешь ко всему, уже видишь, на что он реагирует адекватно, на что неадекватно, на что нравится, что не нравится. Во втором отделении программы обычный манеж превращается в ледовую арену, на которой происходит настоящий венецианский карнавал. Костюмированное шоу сопровождается лазерными, световыми и дымовыми спецэффектами. Ольга Калиниченко, Игорь Мельник, 057.UA